Капюшон Капюшон Соединить Вот в этом месте, где у нас перехлест Дальше мы как будем вязать? Дальше мы сейчас свяжем Ложную кетлевку Соединив вот эти вот детали И у нас получится как бы Начало Обычного реглана сверху И мы здесь свяжем ложную кетлевку А дальше уже будем вывязывать Обычный реглан сверху В общем-то вся и премудрость Этой толстовки Складываем вот эти вот части Между собой Находим начало, где у нас был подъем вверх Вот Вы, кстати, можете еще проверить сантиметром Правильно ли вы связали капюшон Ну, если вы делали все, как Я рассказывала Должно быть все правильно Складываете и сантиметром Можете измерить обхват горловины Ну, с учетом того, что после ВТО Как ваша пряжа поведет себя Тоже с учетом этого Вот здесь у вас должно быть По сантиметрам обхват горловины У меня получается 54 55 у меня по сантиметрам По мерке Ну, получилось здесь 54 Один сантиметр я, как бы, так в расчет не беру И теперь нам нужно высчитать в петлях Сколько это будет Берем 54 сантиметра И умножаем на плотность 1,25 Так, 54 сантиметра у меня будет Обхват горловины Умножаем на плотность 1,25 И уже получаем результат В петлях Получается 67,5 петель Ну, естественно, мы округляем 68 петель И вот нам нужно будет По горловине здесь вот набрать 68 петель Для того, чтобы связать ложную кетлевку Нам сначала нужно соединить Вот эти две детали Вы смотрите Вот начало, где подъема было И прикладываете к этому месту Вот начало Вот самое начало Вот это вот Другой стороны И, так как я говорила У меня здесь угол У вас этого угла не будет Потому что вы сразу Начинаете делать убавки Но у меня угол Мне придется его как-то вот Ужимать Вот таким образом Мы складываем Вот эти две детали Обязательно сметайте Какими-нибудь Ниткой Любой контрастной Сметайте Чтобы они не сползли никуда И вот до сюда Вот здесь вот Тоже так же Все выравниваем И делаем сметку Так, после того, как мы детали закрепили Теперь нам нужно будет набирать петли По вот этой окружности 68 петель Чтобы примерно понимать Как вам Правильно Количество петель Нужное набрать Вот можно условно разделить На 4 части 68 разделить на 4 Или сколько у вас там петель И в каждой части Вот это количество петель набирать Как мы набираем петли? Крючком Будет удобнее набирать крючком Вот где у вас соединение Вы протыкаете Оба полотна И протягиваете Крючком Нить Один Два Три Четыре Лучше, конечно, взять другой крючок Что-то не подумала Без ручки Чтобы потом переснимать на него петли Четыре Пять Шесть Семь В моем случае В общей сложности Должно быть Шестьдесят восемь Но в то же Смотрите время Чтобы распределение Между петлями Было примерно Одинаковое Расстояние Чтобы не мельчить Здесь Здесь слишком широко Допустим Примерно равномерно Надо везде Подцеплять И набирать петли Ну все Мы набрали Шестьдесят восемь петель И теперь вяжем Лицевыми петлями Четыре ряда Просто у нас лицевые петли будут Четыре ряда Вот эту вот нить уже можно будет убрать Нужно Не нужно Все Провязываете Четыре ряда После того Как мы провязали Три ряда Вот Напоминаю Это нужно было сделать С изнаночной стороны Вот Три ряда Мы провязали Лицевыми И сейчас Нам нужно Точно такое же Вот Провязать То же самое Сделать По лицевому ряду И вот это вот все безобразие Вот это вот У нас спрячется в серединку И потом все закроется И как мы набираем петли По лицевой стороне Здесь вы можете оставить Вот эту леску Сделать какие-нибудь заглушки Или на вспомогательную спицу снять Оставив пока эти петли Теперь набор идет у нас По лицевой стороне Давайте с этого же места где-то Вот допустим Вот с этого же Начнем набирать Смотрите Когда мы набирали по изнанке У нас вот здесь Вот если посмотрите Вот появились Вот такие вот стежки Вот они И вот подцепляя под эти стежки Нам нужно набрать Такое же количество петель Как и с изнаночной стороны Здесь гораздо проще Здесь мы просто В каждый стежок Уже вводим Спицу или крючок И набираем Таким образом петли Давайте начнем набирать Здесь кстати Нить нужно обрезать И начинаем набирать По лицевой стороне Ну вот там же Вот эту вот Надо нить закрепить Которая была у нас в начале Ну вот первый стежок Я нашла Вот видите Вот они стежки Вот здесь они все видны И вот подцеплять Нужно под каждый стежок И протягивать нить И таким образом Мы наберем Точно такое же количество Петель Что и на изнаночной стороне Ищем второй стежок И вот в этом месте Я хотела вам еще Показать стежки Их тут плохо видно Но они есть Вот если расширить Полотно Вот эти вот стежки Под которые нужно Подцеплять Нить Вот видите Они вот тут Тяжело конечно Подцеплять Может крючок Поменьше Надо было взять Нет Проще Вот Стежок Следующий Вот видите Вот он Вот они здесь видны Вот они стежки Подцепляли Видите Вот 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 Подцепляем Вот так Вот у нас С лицевой стороны Получается И так же Вяжем Круговых Три ряда После того Как три ряда Лицевыми петлями Связаны Теперь нам нужно Обе стороны Соединить И все вот эти ниточки Все что там Некрасивое Уйдет в серединку Вот мы все это Вовнутрь спрячем И закроем Теперь нам нужно Провязать По две петли Изнаночными петлями Ну и провязываем Изнаночные петли С двух спиц За задние стенки Находим С той спицы Петлю И с этой И провязываем Изнаночной петлей Две петли вместе И так далее Все петельки Мы провязываем Изнаночными Обязательно убедитесь Что у вас На обеих лесках На обеих сторонах Одинаковое количество петель Чтобы там Ничего не забыли Вот так Провязываем Одновременно Прячем серединку Все что у нас там Особенно вот здесь Вот все некрасивое У нас будет впереди Где нахлест был Вот это вот так Вот сюда Все спрячем Провязывайте до конца Вот что в итоге У вас получится Вот такой край С изнаночной стороны Очень аккуратно И с лицевой стороны Вот Мы связали Можно сказать Горловину И сейчас Капюшон у нас готов Вот он так выглядит Здесь еще нужно будет Вдеть шнурок И его затянуть И дальше нам нужно будет Уже вывязывать Обычный реглан Сверху Поэтому можем уже Приступить к расчетам Самого реглана Итак Мы связали капюшон И теперь будем делать Расчет на сам реглан У нас в итоге Есть 68 петель На горловине И нам нужно Распределить эти петли На рукава На спинку И на перед Берем По одной петле На регланной линии Оставшиеся петли 68 минус 4 64 петли Делим на 8 Будем решать Методом 8 долей Получается 8 Значит 8 Мы петель Берем На рукава И по 3 части То есть 8 умножаем на 3 По 24 На перед И на спинку Дальше что мы делаем Росток Нам выделили Надо посчитать Росток Росток в моем случае 5 сантиметров Переводим его В ряды Умножаем на 2 Получается 10 рядов То есть 10 рядов У меня будет вывязан Росток А соответственно Это будет 5 точек Разворота С одной стороны И 5 точек Разворота С другой стороны Распределяем петли Между вот этими Точками разворота У нас получается 6 вот таких Промежуток И 8 петель Соответственно Через каждую петлю Нам придется разворачиваться Практически через каждую Вот допустим Здесь у нас будет 2 Так 2, 3, 4, 5, 6, 7 Здесь снова 2 И дальше по 1 Вот Итого получается 8 петель Что теперь? Корректировку делаем На Корректировку делаем На сам Росток Если мы 5 раз развернулись Прибавляем сюда 5 Отсюда убираем 5 Получается Здесь у нас 19 петель А здесь получается 29 петель Все, реглан мы так Быстренько рассчитали И теперь нам обязательно Нужно вот здесь Вот Еще Рассчитать вырез горловины Здесь росток Вырез горловины Вырез горловины Тоже измеряйте сантиметром От еремной впадины Глубоко делать не надо У нас это толстовка Капюшон тем более уже вывязан Можно достаточно плотно его горло Сделать Я оставлю 5 сантиметров Вырез горловины Умножаем опять же на 2 Получается 10 рядов То есть 10 рядов Нам тоже надо будет разворачиваться Вот Вывязывая саму горловину Как это делается? Делается это так Что общее количество петель переда Делится на 3 равные части 29 делим на 3 Получается у нас В середине 9 петель По краям по 10 петель Если более крупно нарисовать Давайте вот здесь Вот так Здесь регламные линии И вам дальше Вот здесь 29 петель Среднюю часть 9 петель Мы не трогаем А вот эти 10 петель Нам нужно по 5 разворотов 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 И вот в промежутках Тоже надо понять Через какое количество петель Разворачиваться 10 у нас тут петель Прекрасно делится на 5 Но нам нужно здесь Брать минимальное А сюда увеличили То есть здесь возьмем 1, 1 Здесь 2 Это получается уже 4 петли Здесь возьмем 3 Это у нас сколько? 5, 6, 7 И здесь 3 Вот 10 петель Мы разделили Очень плавно Чтобы у нас закругление Было на вырезе горловины И тут так же 1, 1, 2, 3, 3 И теперь я вам объясню схему Как же мы будем вязать с вами Вот это вот все дело Итак Сначала мы будем вывязывать росток Вот у нас регланные линии Вот здесь вот у нас тоже регланные линии Как мы будем вязать росток? Здесь у нас 5 точек разворота И здесь 5 точек разворота Здесь у нас тоже 5 точек разворота 1, 2, 3, 4, 5 И здесь 5 И здесь 5 1, 2, 3, 4, 5 Вот здесь вот у нас начало вязания Вешаем маркер У нас уже все на спицах есть И теперь мы с вами провязываем по лицевому ряду Не доходя одной петли до регланной линии Дальше вяжем в обратном направлении До первой точки разворота Вот до сюда Довязали Развернулись Теперь вяжем по лицевой стороне До вот этой точки разворота Параллельно уже делая прибавки В каждом С каждой стороны от регланных линий Дотем Мы разворачиваемся обратно И вяжем вот до этой точки разворота По изнаночной стороне мы прибавки не делаем Теперь вот до этой точки разворота Потом обратно Фиолетовые это у меня изнаночные ряды И вот таким образом Мы туда-сюда вяжем по всем нашим точкам разворота Не забывая в лицевых рядах везде Делать прибавки по регланным линиям Вокруг, вернее, регланных линий Это обязательно, не забывайте В изнаночных рядах прибавки мы не делаем Мы провязываем туда-сюда Постоянно По всем точкам И обратно Это мы сейчас вяжем только росток Сейчас Сделали Вот лицевой ряд пошел, пошел, пошел Вот До сюда мы довязали Не забываем везде делать прибавки Так Это мы сейчас связали с вами росток Вот здесь вот мы с вами остановились Вот И теперь вяжем изнаночный ряд Снова развернулись Вяжем в обратную сторону И теперь уже провязали Вот до этой точки разворота Начинаем вывязывать горловину Разворачиваемся И смотрите, мы теперь пересекаем все четыре регланной линии Вот здесь тоже вяжем до точки разворота Соответственно, мы уже здесь будем прибавки делать Вокруг четырех регланных линий с обеих сторон Вяжем обратно И вот таким образом Мы провязываем все вот эти точки разворота Делая прибавки Так До сюда Пошли в обратную сторону Тут я уже не помещаюсь Сюда Вот так обратно Пришли вот до сюда Я просто хочу сейчас вам показать Что делать после того, как мы все провяжем Вот мы провязали Вот до этой точки разворота Ушли обратно Завязали вот Здесь последняя точка разворота Видите, вот она Теперь снова вяжем лицевой ряд уже Довязали тут до последней точки разворота И не разворачиваемся А вяжем дальше Вот здесь Ой, вот так вот Мы соединили вязание в круг Вот на этом месте Мы не разворачиваемся Вот здесь А дальше продолжаем вязание И соединяем вязание в круг Вот так мы вяжем росток и вырез горловины Для того, чтобы посчитать Выйдем на нужную ширину или нет Мы вспоминаем Что у нас подрез 9 сантиметров Это 8% от обхвата туловища Подрез это 8% от обхвата туловища В петлях это сколько? 9 умножаем на 1,26 Получается 11 петель И еще нам надо знать Регланная линия у нас 26 сантиметров В рядах это у нас Умножаем на 2 52 ряда И теперь нам нужно посчитать В каком ритме мы должны делать прибавки Чтобы выйти на нужную ширину джемпера, толстовки Обхват груди у нас 108 сантиметров На свободу облегания я беру 12 сантиметров Чтобы было не слишком в обтяг Толстовка чтобы была Это получится 120 сантиметров У нас будет толстовка в обхвате, в ширине И по рукаву нам нужно Свободу облегания взять Ну возьмем сантиметров 6 Также у меня мерка обхвата плеча Сейчас это 38 сантиметров Возьму еще 6 сантиметров На свободу облегания получится У меня 44 сантиметра Будет рукав Итак, мы сейчас посчитали Многие величины, которые они постоянны И их никак не изменить Мы должны высчитать Сколько, в каком ритме нам нужно сделать Прибавки по регланным линиям Итак, 120 сантиметров Мы переводим в петли Умножаем на плотность вязания Это 1,26 Получается 152 петли То есть у нас на момент Когда мы будем разделять рукава от тела Должно быть 152 петли на спицах По рукаву Сразу давайте посчитаем 44 сантиметра Умножаем на 1,26 Также на плотность вязания Это получается 56 петель То есть на рукаве должно быть 56 петель Что мы сейчас знаем Что у нас по переду Вот здесь вот 29 петель 29 петель Теперь 152 петли Мы делим на 2 Будем считать отдельно Спинку и перед 152 Это получится 76 петель И теперь Из 76 петель Мы вычитаем 29 Которые изначально были напереди Вот они, 26 петель И вычитаем половину подреза С одной стороны И половину подреза С другой стороны Это у нас получится Если у нас один подрез 11 петель То пополам Как бы здесь половинка Здесь половинка Получается Ну 11 петель Они и есть Что же у нас получается В итоге 36 петель То есть по регланным линиям Мы должны прибавить 36 петель Так как у нас регланной линии 2 по переду Мы 36 делим на 2 И получается 18 петель То есть мы должны прибавить По одной регланной линии 18 и по другой В каком же ритме Нам делать эти прибавки В каком же ритме нам делать эти прибавки Регланной линии у нас 26 Сантиметров Умножаем на плотность в рядах И получаем 52 ряда То есть за 52 ряда Нам нужно прибавить 18 петель Соответственно 52 мы делим на 18 Что же получаем Получаем 2 и 8 Ну получаем 3 ряда То есть мы будем делать прибавки Не как в стандартных регланах В каждом втором А мы будем делать прибавки В каждом третьем ряду Чтобы выйти на нужную ширину Если мы будем делать прибавки В каждом втором ряду То у нас получится Очень широкая толстовка Поэтому мы прибавляем В каждом третьем ряду Теперь по рукаву Давайте проверим Это у нас проверка по спинке Теперь рукав Также мы высчитали Что по рукаву у нас должно быть 56 петель Это спинка 56 петель минус Вычитаем Изначально было 8 петель 56 минус 8 И вычитаем петли подреза 11 петель Итого получается 37 петель То есть мы должны прибавить 37 петель Делим на 2 Ну видите получается То же самое количество 18 петель округлим То есть сразу видно Что у нас В 56 рядах Нужно прибавить 18 петель Также получается Что и в рукаве тоже Мы делаем прибавки В каждом третьем ряду То есть у нас В этом случае Получилось Что для этой толстовки Прибавки нужно делать В каждом третьем ряду Здесь мы прибавим 18 петель в итоге Здесь 18 И в каждом третьем ряду Мы будем делать прибавки Да, вот здесь у нас Такая нестандартная ситуация Обычно в каждом втором получается А тут в каждом третьем Вяжем 52 ряда А затем будем уже Отделять рукава От Тела самого Ну вот Я сейчас довязала уже Свою толстовку До места Где буду разделять Вязание на рукава И на перед И на спинку Где буду разделять Вот она моя линия реглана Давайте измерим Она должна быть 26 см Измеряю ее по переду Вот она и есть 26 см Как я и рассчитывала В своих расчетах Единственное Хочу еще обратить внимание На то, что Когда я вязала Когда я вязала развороты Углубляя Перед То есть вырез Когда вывязывала Также когда вывязывала Росток Я здесь прибавки По регланным линиям Делала в каждом втором ряду В каждом втором А дальше уже Когда объединила Все вязание в круг Делала в каждом третьем То есть по расчетам Исходя из расчетов У меня получилось На несколько петель Ну 2-3 петли больше Потому что я по расчетам Делала здесь По регланной линии В каждом третьем ряду Начиная с начала Я не учитывала Я не учитывала Вот эти вот Развороты 5 сантиметров Получается Углубление у меня Вот Поэтому На несколько петель У меня будет Больше В принципе Для меня ничего страшного Но если Вы будете вязать Уже по расчетам У вас получится В каждом третьем ряду То имейте ввиду Что надо будет Изначально Прибавки делать В каждом третьем ряду Я вот немножко Так вот сделала Не по расчетам В начале Итак Чтобы посчитать С какой частотой Нам нужно будет Делать убавки На рукаве Вернемся К нашим меркам Вот эта вот мерка От Места подреза До конца Рукава То есть Всю вот эту длину Нужно измерить Не захватывая резинку То есть резинка До резинки У вас еще будет тут резинка Вот ее мы не считаем До резинки Мы измеряем Сколько сантиметров Будет рукав Допустим В моем случае Это 45 сантиметров Составляет Дальше Мы измеряем Обхват запястья Обхват запястья У меня 20 сантиметров И из чего У нас складывается Полная ширина рукава Это Рукав 50 петель Плюс Вот эти 50 петель Которые у меня Сейчас на спице И плюс Подрез 11 петель Получается У меня 61 петля Я напомню По расчетам У меня выходило 56 петель Потому что Больше получилось Потому что Я вот здесь Делала прибавки Не в каждом Третьем ряду Как по расчетам Должна была А делала прибавки В каждом втором Пока вывязывала Росток И вырез горловины Поэтому у меня Немножко получилось Петель больше На рукаве Чем я изначально Рассчитывала Дальше Что мы делаем Узнали Сколько у нас Сейчас на рукаве Петель 61 И умножаем Обхват запястья На нашу плотность Получаем 25 петель И 25 петель У нас будет На конце рукава Вот здесь Перед резинкой Соответственно Если вычитаем Из большей величины Меньше Узнаем Сколько нам надо По длине рукава Убавить петель Вычитаем И получаем Что 62 И получаем Что 36 петель Нам нужно Убавить А так как Мы будем Убавлять По 2 петли Сразу Мы делим Это количество На 2 И узнаем Сколько раз Нам нужно Сделать убавки 13 раз Теперь С какой частотой Нам надо Вот эти 13 раз Убавки делать Берем Мерку Длину рукава От подреза До резинки Умножаем На плотность В рядах Это у меня Получается 90 рядов И делим Вот это Вот количество Рядов На количество Раз Сколько мы Должны Убавлять Получается 7 рядов То есть Убавки По рукаву Нужно делать В каждом Седьмом Ряду В общем-то И с расчетами Мы закончили После того Как мы довязываем Рукав Дальше вяжем Резинку Делаем закрытие Иглой Или как вы хотите У меня на канале Есть несколько Вариантов Закрытия Резинки Возможно Исландское Закрытие Возможно Закрытие Иглой Эластичное Это вы уже Выбираете На свое усмотрение Также И низ Мы вяжем Просто прямо До резинки Потом вяжем Резинку И также Закрываем Петли Вот Подробно Я естественно На этом Станавливаться Не стану Потому что Самая главная Часть Была Это капюшон И вот Расчет Всего Самого Реглана Все это Мы уже Сделали И можем Продолжать Вязание Дальше Я вам Покажу Уже Готовую Толстовку Тут у меня 52 ряда Провязано И получается В 48 Ряд 48 49 Ряд Я вязала Уже Другим Цветом Сейчас Я провяжу Еще два Ряда Светлым Сделаю Разделение И начну Полоски Вязать Темным Но это я уже покажу Вам Немножко Позже Именно про Смену Цвета Ну вот Наконец-то Моя толстовка Готова Она Постирана Высушена И уже Можно ее Надевать Вот Делаю Сюда Такой Шнурок Как помните Мы делали Дырочки Вот с этой Стороны И здесь Здесь Дырочку Я не делала Потому что Достаточно Сложно Угадать Здесь Нужно будет Продевать Впоследствии Шнурок Я просто Раздвигала Петли И куда надо Продевала Вот Получается Такой Шнурочек Он Затягивается Ну в общем Как обычно В капюшоне Смотрится Капюшон Очень аккуратно Дальше Идет Само Тело Вот Вывязанный Уже Подрез Вот он Такой Подрез Здесь По поводу Убавок В рукавах По моим Расчетам Я должна Была Делать Убавки В каждом Седьмом Ряду Но когда я Начала Вязать Я понимала Что это Слишком Сильно Заужает Рукав И я Не учла В расчетах Вот здесь В этом месте Свободу Облигания Забыла Добавить Поэтому Получилось В каждом Седьмом И в итоге У меня Получилось Я стала Делать В каждом Десятом И сделала Просто В каждом Десятом Убавки Вот здесь На рукаве Первую Убавку Я сделала Сразу Вот После подреза В четвертом Ряду Следующую В седьмом А далее Уже В десятом Ряду Я делала Убавки Вот Так Сколько у меня Получилось Убавок Всего Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять То есть Я двадцать Петель Убавила В итоге Двадцать Петель Ну и Низ Как обычно В общем Ничего Тут Нового Я не расскажу Просто Прямым Полотном Резинка Два На Два И закрытие Иглой Как Закрывать Иглой Есть На моем Канале Видео Отдельное Можете Посмотреть И Также Рукав У меня Был Закрыт Иглой Вот Такой Получился Аккуратный Край На этой Пряже Очень Смотрится Красиво Закрытие Иглой Аккуратно Вот Такой Рукав И он Не Растягивается Особенно Вот И Все Вот И Все Вот Получается Такая Линия Реглана Довольно Длинная Потому Что Убавки Вернее Потому Что Прибавки Здесь Сделаны В каждом Третьем Ряду Ну И В общем Вот Такая Толстовчика Сейчас Я Вставлю Фотографии Если Вам Понравился Мастер Класс Ставьте Лайк Подписывайтесь На Мой Канал И Жмите Колокольчик Рядом С Кнопочкой Подписаться Чтобы Не Пропускать Мои Новые Видео С Вами Была Алена Всем Пока Продолжение следует... Продолжение следует...